В данном уроке я покажу, как выполнить рендер созданной вами анимацией в Blender. Итак, давайте я сейчас быстро создам практически то же самое, что мы делали в предыдущем уроке. Я лишь добавлю в сцену плоскость, подниму немного куб и снова установим кадры для него. Итак, сначала Location на нулевом, затем переместимся на 50-й, подвинем его, снова Location, куб мы анимировали, и теперь лампу. На первом кадре значение 100, и на 50-м 500. Все, анимация готова, и теперь поговорим о рендере. Итак, здесь у нас сейчас 250 кадров, их значение мы можем уменьшать здесь и здесь, как я говорил в предыдущем уроке. Давайте установим значение равным 60, чем меньше кадров будет вашей анимацией, тем быстрее она будет рендериться. Также здесь в меню Dimensions установим разрешение нашего финального видео. Сейчас я перейду на вид из камеры. Здесь также я поставлю значение поменьше, чтобы анимация прошла максимально быстро. Немного подниму камеру. Сейчас проиграем. Куб отъезжает, но мы его все время видим на виде из камеры. Отлично. Итак, я установил разрешение будущего видео 500 на 250 пикселей. Установил продолжительность анимации, то есть начинается она с первого кадра и по 60. Данный параметр Framestate, о нем я говорил, что расскажу в следующем уроке, он указывает шаг анимации. То есть сейчас Framestate установлен в единицу и рендерится будет первый кадр, затем второй, затем третий и так далее. Если здесь Framestate поставит значение 2, то кадры будут рендериться через 1 и так далее. То есть для некоторых случаев это может быть полезно, в нашем случае данный параметр должен быть в значении единицы. И параметр Framestate, это количество кадров в секунду, то есть за 1 секунду времени блендер будет отображать 24 кадра. То есть вот на такую дистанцию за 1 секунду проедет куб, за 2 секунды 48 и так далее. То есть наша анимация будет чуть менее 3 секунд. И теперь по поводу сохранения. Вот здесь у меня указан параметр Output папка TMP, она у меня находится в корне диска C. И здесь нам необходимо выбрать формат сохраняемого изображения. Так как у нас анимация будет чуть менее 3 секунд и отрендерится она примерно секунд за 10, то здесь можно смело выбрать сразу же какой-то видео формат, если здесь присутствует один из устраивающих вас. Я выберу, например, MotionJPG. И у меня анимация сразу же сохранится в виде видео файла. Но у меня есть на сайте подробный урок по поводу данного сохранения. Там рекомендуется в случае сохранения сложных сцен, точнее рендера сложных сцен продолжительных, использовать формат изображения, PNG, либо какой-то более качественный, например, OpenEXR. И затем с помощью того же блендера, либо какой-то другой программы, из данных картинок создавать видео файл. Ведь по сути любой видео файл это просто подножество картинок, которые в течение секунды изменяются 24 раза. Но сейчас я на этом заострять внимание не буду, но вы обязательно посмотрите у меня на сайте данный урок по поводу правильной анимации в блендер. И для чего-то более сложного я вам рекомендую использовать изображение. Здесь же я выберу сразу же видео формат. Таким образом, анимация у нас создана, разрешение мы выставили, количество кадров указали, шаг, частота и указали, куда сохранять и в каком формате. Все, мы готовы к созданию рендера. Чтобы отрендерить анимацию, необходимо нажать вот данную клавишу. Кнопка Render создает статический кадр. Анимация рендерит все наши указанные кадры. Либо же нажать горячее сочетание клавиш Ctrl плюс F12. Вот я нажал. И видите, у меня сейчас быстро начался рендер. Вот уже половина анимации отрендерилась. Все, рендер у нас завершен. И вот у меня в корне диска C папка TMP. Здесь находится видеофайл. Я его запускаю. И вот мы видим наш результат. У меня анимация зациклена на повтор. И мы видим, как наш клуб начинает ехать. И свет в сцене становится все ярче. Вот таким вот простым способом можно создавать различные видеоролики в Blender с помощью анимации. Это все давайте уберем. И также здесь я сейчас отрендерил все 60 кадров. Но если вам все 60 не нужно, а необходимо вам отрендерить, допустим, 24 кадр, то вы можете его здесь выставить. Находитесь вы на 24. И нажать просто Render либо F12. И таким образом вы отрендерите именно 24 кадр. Затем переместились куда-то еще. 48. Снова F12. И получили изображение 48 кадра. Вот, собственно, по поводу введения анимации и все. Остальное рассказывать смысла особого не вижу. Для закрепления данной темы я вам еще приведу ссылочку на какой-то уже существующий урок у меня на сайте по поводу анимации. Возможно, по поводу ключевых форм. Но в целом все основы и принципы я в этих двух уроках объяснил. То есть здесь на шкале времени указывается кадр, изменяется какое-либо значение на необходимое и с помощью клавиши I данный ключевой кадр устанавливается. Затем выставляются необходимые параметры и производится рендеринг анимаций. На этом с анимацией мы закончим, а в следующей голове я расскажу вам об использовании дополнений к Blender. Продолжение следует... Продолжение следует...